Крылатая русская фраза о дураках и дорогах, как главных бедах Отечества, нашла миллионное свое подтверждение в происшествии, приключившемся накануне в 88 километрах от Уральской столицы, на трассе Екатеринбург-Серов. Здесь, неподалеку от Невьянска, по причине заслуживающей отдельного рассказа, загорелась машина «Лада 112-й модели». Наш зритель, житель города Серова, в три часа дня возвращавшийся из Екатеринбурга домой, был одним из первых, кто стал очевидцем этого происшествия. И, вспомнив о том, что его авто, оборудованное государственной системой экстренного реагирования «Эроглонас», это теперь обязательное требование ко всем новым машинам, немедленно нажал на кнопку «СОС». Оператор системы «Эроглонас», слушаю вас. Добрый день. Вы мои координаты видите, да? Машина горит, ДТП. Не моя, но горит рядом вот, в 20 метрах. Так, вызов переводится в экстренную оперативную службу, ожидайте соединения. Вы, как очевидец, будете дожидаться? Ну, давайте дождемся. Илья дожидаться не стал, а, взяв в руки огнетушитель, поспешил к горящей машине. Также поступили и другие водители, остановившиеся поблизости. И правильно сделал. Останься он дожидаться соединения, просидел бы 4 минуты, слушая автоответчик. Наконец, спустя 4,5 минуты, диспетчер МЧС принял вызов. Здравствуйте. Мы находимся на трассе Серов, получается, Екатеринбург-Серов. Здесь свородка на ЖБИ центральной, горит машина. Ваша машина? Нет, нет, не наша машина. Вот в 20 метрах. Полякова. Полякова Надежда Николаевна. Надежда Николаевна. Число, месяц, год рождения. Первая минута разговора с диспетчером ушла на выяснение личности сестры водителя. Дата рождения, место проживания и лишь потом местонахождение горящей машины. Пожарку отправьте, пожалуйста. Здесь они уже не справляются водитушителями. Где это еще раз? Трасса Екатеринбург-Серов, своротка на Центральной, на ЖБИ. Я не знаю километраж, односторонка здесь. Где-то под Невьянском мы. Да, Невьянск вон вижу. Не доезжая к городу Невьянск? Это по трассе Екатеринбург-Серов, своротка на Центральной, ЖБИ, развилка. Вот на этой своротке горит машина. Я не знаю координаты. Под Невьянском. Вот Невьянск я вижу по правую сторону от меня. Подождите, пожалуйста, буквально полминутки мы сейчас посмотрим. Скажу вам более точно. Товарищ, я сейчас время слышите, да? Секунду, пожалуйста. Да, да. Надежда Николаевна, я пока еще с вами. Хорошо. Вы мне скажите, машина видна какая машина? Да, машина десятка, десятка ладо. Номер не вижу. Свет какой? Синяя. А что, рядом людей нету? Так здесь много машин останавливается, дают огнетушители, она продолжает разгораться. Государственная система «Эроглонас» призвана снизить смертность на российских дорогах. Идея ее в том, что экстренные службы самостоятельно, без помощи водителя, посредством спутникового геопозиционирования, датчика «ГЛОНАСС» могли бы определить местонахождение терпящего бедствия автомобиля и направить туда спасателей. Секунду, пожалуйста. Сейчас пытаются примерить. У нас тут Вересковый поселок. Вот от него примерно у нас около километра будет. Поселок какой? Вересковый. Вересковый? Да, где-то примерно до полёжки идут около километра. У меня-то район не обозначен там какой-то? Так, секунду, да, сейчас скажу. У нас это Романовская. Что говорите, она самая? Я расскажу. Взяли вызов, взяли. Скажи, что пожарные у нас срочно не могут затушить. Не могут затушить, вызывайте, пожалуйста, пожарных. Людей нет в машине. Людей в машине нет. К счастью, горящую машину на трассе спасатели увидели самостоятельно с пожарной каланчи в Невьянске, потому что к прибытию автоцистерны переговоры «Надежды» с «Эрой Глонас» ещё продолжались. «Двенашка» выгорела прилично, но её водитель не пострадал. Причиной же возгорания машины стала вторая русская беда. Как установили дознаватели, «Лада», двигаясь по путепроводу, напоролась на металлический уголок, являвшийся элементом мостовой конструкции, призванным снижать деформацию моста. Железяка метровой длины отвалилась от путепровода и, поднятая колёсами какой-то грузовой машины, заняла вертикальное положение. Ай, вот это торчало? Вот это, х**, вот так торчало полностью. Он её вот и вырвал, х**. Я, наверное, проскочил по обочине, перед ним ехал. Там чуть-чуть не наткнул, х**. Вон, пустой, натворился. Вот она в этом месте, торчало. Я говорю, сам по обочине её ехал, х**. Ехавший перед «Двенашкой» водитель чудом по обочине обогнул внезапное препятствие. А следовавшему за ним шофёру это сделать не удалось. Уголок пробил картер «Двенашки» и тормозную систему. Рулевому «Ладу» удалось удержать машину и остановиться метрах в 150 от столкновения с уголком. Но моторное масло попало на раскалённую выпускную систему и загорелось. Штатного огнетушителя, а также огнетушителей десятка машин, остановившихся, чтобы помочь пострадавшему, не хватило, чтобы усмирить пламя. Да что там, даже проливка водой отняла у пожарных минут 10, пока не прекратилось горение. Водителю сгоревшей машины гаишники предложили обращаться в суд на организацию, отвечающую за эксплуатацию Серовского тракта.